Из Украины в российские регионы хлынул поток беженцев. Люди, ощутившие настоящий неподдельный страх перед лицом войны, поделились с нами во время съемок репортажа своими мыслями и эмоциями. В какой момент решили? Когда начали стрелять, бомбить. Когда начали стрелять? 20-го числа вроде бы. Уже танки начали. ВТР и танки. Да, я видео смотрела в Луганске, думаю, до нас уже когда не доберутся в Луганске, так в Луганске. А то мне уже говорят, в Краснодоне начинаются. Я думаю, все уже началось. А когда вот уже уехали, говорят, что вообще границы перекрыли. Каждый из них – и стар, и млад. Все бросили свои дома, свою привычную жизнь. Тех, кто прибыл на временное проживание в Рязань, разместили в полянской школе-интернате. Обогрели, накормили, уложили спать. Что будет дальше, пока неизвестно. В Рязань приехали, поспокойнее стало? Да, намного. В Донецке еще, конечно, когда мы в Донецк приехали, было чуть-чуть страшновато. Слышно даже было, когда что-то грохало. Когда сюда уже приехали, когда отъехали к Ростову, вот сюда на автобусе, уже все спокойно, уже как бы все отлегло более или менее. Вы вчера поздно ночью приехали? Да. Где-то часа три-четыре. Три-четыре, да. Нас встретили на въезде в Рязань. Накормили, напоили. Встретили и сопроводили. На границе они чудом миновали перекрестный огонь. В Ростове уже вздохнули с облегчением. Там не было слышно стрельбы. Это уже счастье для каждого, кто на себе испытал, что такое артобстрел или бомбежка. Сейчас во временном убежище царит полная тишина. Люди уже привыкли разговаривать шепотом, чтобы никто не услышал и не нашел их, не взял на прицел. Кто мог знать еще недавно, что такое вновь повторится в нашей новейшей истории?